Приветствую зрителей 24 канала, меня зовут Владислав Новиков, на связи со мной Сергей Жирнов. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Владислав, привет всем нашим зрителям. О красных линиях опять заговорил Лавров. Он сказал, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы послать Украине дальнобойные крылатые ракеты. По его словам, Вашингтону нужно учитывать красные линии России. Не надо шутить, сказал он, с этими линиями американцы знают, где они проходят. В общем-то, я не знаю, где они проходят, знают ли об этом американцы. Я уверен, у них абсолютно свой интерес в этом всем. Мы уже не единожды это выяснили. Но все же, вот эти угрозы, они есть. Американская сторона тоже их подтверждает, что они есть. И они как бы все еще опасаются. Хотя, я не понимаю, чего опасаться. Ну, уже все плохое, что могло произойти, оно-то уже произошло. Мы на их территории, мы их обстреляли. То есть, ну, как бы, ну, ну, все уже, как бы, чего бояться еще? Нет бояться, нет опять красные линии. Все это происходит в контексте того, что сегодня была опять обстрелена Украина, как и вчера, как и позавчера. Вопиющие ужасные истории, трагические, где мужчина потерял свою жену и троих дочерей во Львове. Это был просто ужас и кошмар. Также обстреляли и мой родной город Кривый Рог. В общем-то, этот кошмар, он происходит в контексте предвыборной кампании в Соединенных Штатах и демократии, которая все это наблюдает с чашкой кофе. Например, господин Байден с нашим президентом встретятся накануне. И вот мы имеем такую ситуацию, где просим американцев дать нам разрешение бить вглубь и уменьшить количество вот таких вот вопиющих жертв, либо прикрыть нашу территорию. Кстати, по поводу второго, все-таки в НАТО еще дискуссии идут, как мы сегодня узнали. Так вот, как вот вы видите всю эту картину? Давайте попытаемся распутать этот сложный клубок. Да, сложный клубок действительно и очень плохая ситуация, потому что я только хотел начать острить вам по поводу Лаврова, который вылез из холодильника, из гроба, потому что мы его похоронили уже два дня тому назад. Вот, и вдруг он опять же опять вылез и начал там какие-то красные линии чертить. Вот, ну острота, в общем, ирония слабо проходит в такой обстановке, потому что, конечно, жуткие совершенно удары, удары по гражданской инфраструктуре, по мирным жителям с довольно большим количеством потерь. Цифры еще не окончательные, потому что еще много раненых, которые могут тоже еще добавиться к потерям. Вот, и на фоне всего этого дела, конечно, там, вояжи Путина, отсутствие реакции на нарушение Монголии, ее обязательств в рамках Международного уголовного суда, американская сторона, которая постоянно чертит тоже какие-то красные линии. Можно, я могу еще добавить даже, там еще говорили, была информация о том, что помощник по судостроению президента Российской Федерации, товарищ Патушев, звонил Салливану и тоже ему чертил какие-то красные линии. Ну, это был тоже юмор, вот если бы у нас ситуация была немножко поспокойнее, тогда бы мы с вами там даже посмеялись бы по этому поводу, как там помощник по судостроению чертит красные линии, но не там, не ватер-линия на судне, которые он должен строить, а какие-то там красные линии в отношениях между государствами. Ну, в общем, действительно, история непредсказуемая, хотя вот с точки зрения Российской Федерации, конечно, еще не все они использовали, потому что еще остается самое страшное. И, в общем, они усиленно пугают два с половиной года весь мир этим самым страшным. И в этом состоит и самая главная проблема нынешнего миропорядка, когда государство, у которого есть ядерное оружие, может практически совершать все, что ему хочется, под угрозой того, что оно говорит о основном миру, не двигайтесь, потому что иначе мы применим ядерное оружие. Но, правда, страны, у которых есть такое же ядерное оружие, они, в общем, понимают, что они могут ответить, и, может быть, ответить даже лучше, чем Российская Федерация, потому что, если посмотреть, как состоят дела у Российской Федерации во всех смыслах, то вполне вероятно, что у него точно так же дела состоят и с ядерным оружием. То есть, грубо говоря, никто не убежден, что на самом деле оно у них работающее, и что все эти угрозы, они действительно как-то могут там чего-то как-то быть реализованы. Но, тем не менее, американцы не могут их игнорировать, потому что, конечно, все-таки западное сообщество боится этой главной угрозы, а тем более, как вы правильно сказали, сейчас в Америке предвыборная кампания, то есть никому не хочется, чтобы была вдруг осложнена внезапная обстановка с какими-то непредвиденными вещами в момент предвыборной гонки в Соединенных Штатах Америки. Ну, украинские сейчас высокие лица уже ездили в Вашингтон или там уже находятся в Вашингтоне. Президент Зеленский, я так не понял, он уже встречался с Байденом, он только собирается встречаться, по-моему, собирается встречаться. Собирается, да. Ну, туда уже поехал Ермак, туда уже поехал министр обороны украинский, которые на своем уровне уже встретились со всеми своими каунти-пад, что он называется, со всеми своими партнерами по уровню. И, конечно, будут давить. Но, видите, это давление, конечно, оно очень тяжело проходит. Вот, потому что и Западный мир, кстати, практически только ЕС отреагировало на нарушение Монголии устава Муса, а все остальные, ни Франция, ни Германия, ни Англия, ни Соединенные Штаты Америки, никто ничего не сказал специально по этому поводу. Но США еще понятно, потому что они не являются подписантом-ратификантом римского статута. А вот европейские страны, большинство из которых являются подписантами-ратификантами, они тоже ничего не сказали. И это доказывает, что на самом деле политика, геополитика такая по Кейсенжеру, когда экономические интересы и своя рубашка ближе к телу, и когда ими не могут поступиться ради защиты настоящих интересов, даже стратегических интересов и Западной Европы, и Западного мира. Вот, сложная ситуация, конечно, здесь, ну, что мы с вами можем? Мы с вами только можем посетовать на то, что это так, да, потому что мы с вами сделать ничего не можем. Вот, у меня такое впечатление, что украинская сторона делает максимум того, что она может делать. И, может быть, даже президенту Зеленскому показалось, что на международном уровне, может быть, не дорабатывает кулеба. И поэтому, значит, нам объявились сегодня, что шесть высших государственных деятелей Украины ушли в отставку или были уволены, включая министра иностранных дел. Вот, и это, в общем, тоже добавило, кстати, драматизма во всю эту ситуацию, потому что, когда министры иностранных дел увольняют накануне поездки президента в Соединённые Штаты Америки, в Украину, то, в общем, понятно, что там это не просто так, что это не просто техническое увольнение. То есть там какие-то разногласия были, наверное, скорее всего, принципиальные. Я не знаю, в чём они заключались, потому что ни та, ни другая страна об этом ничего нам не рассказала. Нас просто поставили перед фактом. Но мы ждём теперь, кого предложат на место Дмитрия Кулеба. Но ничего радужного это не добавило в ситуацию. И так сложно. Знаете, я вот, ну, предварительные мои такие мысли, что это всё происходит накануне вот этих сентябрьских дипломатических важных переговоров, наверное, всё-таки так правильнее сказать, в том числе по вектору Украины, Соединённые Штаты, и по тому, что наш президент говорил ранее. Он же говорил, что нужно возвращать территории не только военным, а ещё и дипломатическим путём. И как бы вот вся эта команда, она была с самого начала полномасштабного вторжения. Сейчас мы как будто бы, знаете, подошли к этому рубежу, и вот эта команда, которая была актуальна и работоспособна именно в период вот этой всей активной войны, как будто бы вот её пытаются уже поменять и тем самым перейти в другую фазу. Близки ли мои вот эти вот мысли к вашим? Вы знаете, я даже если бы у меня была какая-то информация, я бы не стал бы вам их говорить, потому что я, мой принцип, я не влезаю во внутренние дела украинские. То есть это всё-таки, так сказать, абсолютно украинская проблема, и у вас есть достаточно спикеров на ваших каналах украинских, с которыми вы можете обсудить эту внутреннюю проблему Украины. Поэтому я жду только самого факта, когда нам озвучат фамилию нового министра иностранных дел. Но вот то, что я мог себе позволить сказать, это то, что, конечно, это не просто замена, потому что, конечно, кони на переправе не меняют, а здесь мы явно были на переправе, то есть явно за несколько дней до самых важных поездок президента Санкт-Петербурга в Соединённые Штаты Америки, когда меняют министра иностранных дел, то, конечно, это не просто так. Всё, услышал, понимаю, принимаю ваш ответ. Всё-таки, если говорить о Монголии, о которой вы вспомнили, знаете, не укладывается у меня в голове. Ну, как бы оно укладывается, но где-то, возможно, мой внутренний оптимизм говорит, ну как же так? Ну как же так вообще такое могло произойти? У Монголии был абсолютно исторический шанс хватануть террориста 21-го столетия, который развязал такую огромную кровопролитную войну. Да, это стоило бы, скорее всего, многого, в том числе и жизни тех, кто попытался бы это сделать. Потому что, ну, как сама Монголия говорит, вот мы маленькая страна, мы заточены, с одной стороны, Россия, с другой стороны, Китай, да и мы зависим энергетически, да и то, и сё, и пятое, и десятое. А по факту-то, что американцы бы не помогли, что бы они свои истребители не подвели, корабли свои какие-то не подвели, Европа бы не помогла, да все бы помогли. Да и исторически записали себя бы просто, ну, я не знаю, как какие-то вершители судеб. Нет, они проявили слабость, проявили слабость и сыграли, ну, скажем так, абсолютно пассивно в интересах своих личностных, в чем, как бы, обвинять их не можем, но в чем можем, в том, что все-таки не исполнили свой долг, под которым подписались. Что тоже показательно по нашим партнерам. Вот в Монголии за день до этого события находился чрезвычайный полномочный посол США Ричард Баун. И я когда зашел на сайт Монголии, журналистки какой-то, я смотрю, вот тут фотографии Путина, вот там Путин приехал в Монголию, там девочка подошла, подарила цветы, там еще что-то. А в соседней колонке, читаю, Соединенные Штаты и Монголия развивают свои экономические дела, все у них хорошо и распрекрасно. И как-то вот мне, знаете, резануло это все, глаз, и я открыл, почитал, и оказывается, этот Ричард Баун, Баун сидел с министром Монголии и обсуждали, как они в IT-секторе прекрасно развиваются. Кибербезопасность, вот эти все модные слова, все супер, все шикарно. Кстати, сам этот Ричард Баун написал, конечно же, написал в Твиттере «Stand with Ukraine», при этом символически не посетил акцию протеста в поддержку Украины в Монголии, где полиция эту акцию пресекала. В общем-то, да, вот такая картина. Вот интересно, что вы скажете по поводу Монголии, которую Путин вымазал в крови. Это же произошло в момент определенного теракта, который произошел. И это тоже напоминает, знаете, ситуацию с господином Моди, которого также он вымазал. Да, ну, практически, вы за меня все уже рассказали. Нет-нет. Вот, я-то только остается присоединиться к той же самой оценке, которую вы даете. Да, конечно. Там еще все даже хуже было. Потому что, если бы вы до конца процитировали этого американского посла, который был, там было сказано, что Монголия является стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Стратегическим партнером Соединенных Штатов Америки. Другое дело, что я, конечно, остужу немножко ваш пыл юношеский с высоты своего преклонного возраста. Потому что, ну вот вы говорите, неужели Соединенные Штаты не помогли бы? Да, конечно, не помогли бы. А как они могли помочь? Где? То есть на Монголии находится в середине между Российской Федерацией и Китаем. Соединенные Штаты Америки как? Они через китайскую территорию или через российскую территорию послали бы самолеты помогать монголам? Ну вот физически это я себе не представляю. Потому что, если бы это произошло, то это бы означало начало войны Соединенных Штатов Америки с Китаем или с Российской Федерацией. Поэтому как раз нет. Вот как раз Соединенные Штаты Америки не могли помочь. Это ужасная вещь. И строго говоря, вот то, что вы сказали про позицию Монголии, ее понять, конечно, можно. Маленькая страна, 3 миллиона людей, полностью зависит от Китая и Российской Федерации, находится между ними, не имеет выхода больше никуда. То есть зажато между двумя диктатурами. И, в общем, винить ее в том, что она не воспротивилась всему этому делу довольно тяжело. Другое дело, что она могла бы не принимать Путина именно сегодня. То есть просто сказать, что вот, вы знаете, давайте мы отложим этот визит. Он, конечно, хороший, но давайте в другое время. То есть дипломатически могла бы уйти из этого дела. Она бы могла не устраивать государственный визит. Она могла бы, в конце концов, выйти из Римского статута. То есть, грубо говоря, если ты не можешь исполнить обязательства, то тогда выходи из этой международной организации, потому что ты не соответствуешь требованиям этой международной организации. То есть вот это можно предъявить Монголии. То есть ее непоследовательность. То, что у нее есть геополитические проблемы взаимодействия с ее двумя диктаторскими соседями, это всем понятно. Другое дело, что тогда играется тогда уже, так сказать, не ну давай щеки. То есть если ты надул щеки и говоришь, что ты подписываешь Римский статут в 2002 году, то есть 22 года тому назад, то тогда ты должен исполнять те обязательства, которые есть. По крайней мере, надо было объявить. Ведь Монголия могла сделать то же самое с тем, что сделала Южная Африка или что сделала Бразилия. То есть, грубо говоря, у нее есть там председатель Верховного суда или генеральный прокурор, который тогда, когда Путин объявил, что он собирается ехать в Монголию, вот генеральный прокурор Монголии должен бы выступить в прессе в главной монгольской газете и сказать, что по правилам Международного уголовного суда, поскольку Монголия подписала этот статут, если Путин появится на ее территории, то юридические органы Монголии обязаны будут выполнить свою работу. Вот что президент Монголии, который пригласил Путина на территорию, он не учел международных обязательств Монголии и таким образом создал ситуацию, опасную для Монголии и некрасивую. Вот то, что произошло в Южной Африке. То есть, представитель Верховного суда Южной Африки сказал президенту в печати, что нет, нельзя приглашать на нашу территорию человека, который находится под орденом на арест Международного уголовного суда. Или надо выходить из Международного уголовного суда. То же самое сказал председатель Верховного суда Бразилии, президенту Бразилии в Луле. А почему-то председатель Верховного суда Монголии это не сказал президенту Монголии. И генеральный секретарь, генеральный прокурор Монголии этого не сказал президенту Монголии. Вот это ненормально, вот это ненормально. Тем более, что Монголия, в принципе, довольно демократическая страна, потому что в ней какие-то выборы, в ней есть какая-то оппозиция, которая не так уж далеко отошла от правящей партии, потому что у них совсем недавно были выборы, и там, в общем, расклад такой 50 на 30, на 35. То есть это не так, как в Российской Федерации, где оппозиционная партия набирает 2,5% и является, в общем, игрушечной оппозицией. В Монголии совсем не игрушечная оппозиция. У них там выборы, кстати, были с убийствами, с протестами. В Монголии неоднократно уже были протесты. То есть, на самом деле, страна, которая вполне себе может доказать, что она способна принимать какие-то решения. И вот эта, кстати, оппозиционная партия, она тоже могла бы организовать там многотысячный митинг протеста против того, что Путин к ним приехал. Вот этого мы всего не увидели. Мы увидели там несколько человек, да, был несколько человек с плакатом «военный преступник» на английском языке, прямо на той же самой площади, но уже тогда, когда всё там закончилось. Было несколько человек, которые попытались там украинские флаги поднять и в аэропорту, куда приехал Путин, и по маршруту его следования там и так далее. Но мы не заметили общество монгольского. А в Монголии есть общество. И вот это общество почему-то тоже испугалось всё и тоже сдалось. И, ну, если вы так сдаётесь, тогда надо быть последовательным. Тогда выходите из всех международных организаций, которые, кстати, вас заставляют. Кстати, Монголия могла бы просто сослаться на резолюцию Организации Объединённых Наций и сказать, что мы не можем вас сейчас принять, потому что пока резолюция действует, она осуждает вашу войну, и поэтому мы не способны. Ну, и в основном я с вами согласен, что действительно Путин помазал их кровью точно так же, как Моди. Но вот Моди после этого приехал в Киев, отмазался, потому что он понимал, что у него карма пробита до такой степени, что в следующей жизни буддийской он родится тараканом. Вот если он не съездит в Киев, если он не сделает, по крайней мере, каких-то международных шагов. Понятно, что эти шаги больше были такие символические, но тем не менее символика эта прозвучала, и мы её видели. А у Монголии мы этой символики не видели. Да, очень точно вы про карму сказали. Действительно, было похоже на то, что именно отмывание кармы происходит у господина Моди. Но, кстати, насчёт Монголии тоже всё абсолютно поддерживаю. И, может быть, оставим зазор на то, что всё-таки увидим какие-то шаги в сторону Украины, но всё-таки обольщаться не будем. И я не просто так, кстати, эмоционально задаю вопрос, потому что считаю, что выступаю некоторым лет ретранслятором мыслей наших зрителей, комментариев, потому что все эти эмоции я вижу, считываю и тоже не могу игнорировать на самом деле. Но вам спасибо за эту трезвость, потому что именно это и хотелось бы привнести в умы наших зрителей. Кстати, интересный факт, пока изучал эту историю, что один из судей Международного уголовного суда родом тоже из Монголии обучался в Иркутском учебном заведении. Мне кажется, какие-то кулуарные звонки, общения могли происходить между этим судом и Монголией, потому что напрямую оттуда. Может, там по-любому знает очень много людей, коллег бывших, которые работали. Но вот, как вы подчеркнули, все промолчали. Самое страшное, что меня расстроило в этом деле, что промолчала, например, Франция. Я не слышал министра иностранных дел Франции. Ну, правда, у нас нет министра иностранных дел Франции. У нас правительства нет уже почти третий месяц. У нас премьер-министр, у нас все министры, исполняющие обязанности. То есть они все отправлены в отставку после состоявшихся выборов досрочных. Вот поэтому, так сказать, мы его не слышали, потому что в любом случае, даже если бы он сказал, что его голос вообще ничего не значит, потому что он исполняет обязанности. Но мы не слышали Макрона, который действующий президент. Потому что Макрон может себе позволить вполне себе громкие фразы говорить. Когда он говорил о посылке войск французских или натовских на войну в Украине, он разворошил муравейник очень сильно. То есть он мог бы себе позволить. Но я вам скажу, почему я не сказал Макрон этого дела. Потому что там идет разговор тоже об экономике, потому что Франция потеряла урановые рудники в Нигере, в Африке. И идет разговор о том, что она, может быть, возместит это монгольскими урановыми рудниками. Франция предложила Монголии построить вместо Российской Федерации атомную станцию, чтобы Монголия не зависела от Российской Федерации по электричеству. И поэтому там идет бодание, кто в Монголии будет строить атомную станцию. Российской Росатом или французские концерны. И поэтому Франция и свои интересы в этом случае поставила впереди интересов геополитических и политических. И как вы думаете, все-таки кто там построит эту станцию? Я думаю, что построит Путин или китайцы. То есть либо Путин, либо Китай. Потому что когда вы зажаты между двумя диктатурами, они, если, так сказать, вы... Вот если бы Монголия взбрыкнула, да, вот мне нравится такая штука, потому что они там все на конях, да, там, значит, у них такая конница встречала Путина. Вот если бы она взбрыкнула бы, тогда Путин понимает только сил. То есть вот когда Монголия под него легла, все, она перестала быть значимой страной. Вот если бы она взбрыкнула, Путин бы ее бы тогда... Он бы не обязательно, он не стал бы ее завоевывать, потому что у Путина сейчас нет вооружения и сил. Он даже Курскую область не может освободить. Да, то есть, ну, в какую Монголию? Что, там, войска ввел бы какие-нибудь? Это бы, соответственно, там, новая война еще и против Монголии. Путин ничего... На самом деле Монголия ничем не рисковала. Ничем не рисковала в этом деле. Вот. Она рисковала только, там, экономикой. Да, но без экономики можно прожить. Потому что, кстати, вот по поводу, там, бензина, который в Монголию поставляет Российская Федерация практически, 95% ее потребностей, в Монголии сейчас, говорят, индийцы строят нефтеперерабатывающий завод. И если он будет построен или когда он будет построен, Монголия сама будет производить себе бензин. То есть ей не нужен будет российский бензин. Вот. И все. И на этом уже заканчивается. Но вот они, может быть, ждут того момента, когда это все будет состоиться. И вот тогда, когда у них зависимости от Российской Федерации станет меньше, они могли бы... Ну, с другой стороны, они же могли бы с китайцами... Вот всегда, когда у вас есть один бандит, надо договариваться с другим бандитом. И, кстати, так и происходит. Потому что вот Путин сейчас приехал, а завтра в Монголию приезжает тот самый заместитель, председатель КНР, который вот у Путина сегодня во Владивостоке, на этом форуме его. И завтра он переезжает в Монголию, и у него там будет трехдневный визит в Монголию. Вот так что, на самом деле, у монголов... И монголы экспортируют больше своей продукции в Китай, а не в Россию. То есть зарабатывают деньги, они на самом деле в Китае. То есть если уж на то пошло, они больше зависят от Китая, а не от России. С Россией они вполне могли бы рассориться, и это было бы не в интересах Российской Федерации. Потому что Путин очень хочет построить свой газопровод «Силы Сибири-2» через Монголию, а Монголия этого не хочет и сопротивляется, кстати, довольно эффективно этому делу. И так далее и тому подобное. То есть там, на самом деле, есть возможность разрулить эти проблемы, опершись на другого бандита, которым является Китай. Ну, как говорит издание «Блумберг», Китай вообще стал гарантом того, что его там не тронут Путина в Монголии. Как вы считаете? Ну, де-факто, конечно, да. Де-факто, конечно. Потому что Китай же принимал того же самого Путина в мае месяце, и, так сказать, с ним общается. И премьер-министр, тот же самый, кстати, заместитель председателя Госсовета Китая тоже приезжал в Российскую Федерацию недавно. Так что и Беларусь, кстати, приезжала. Так что они все, ну, особенно Китай, проводят такую негласную политику поддержки Российской Федерации. И это всем понятно. Потому что, на самом деле, и Монголия, и Китай, при всем при том, получают, конечно же, преференции, скидки большие. То есть они практически задарма получают российские ресурсы. Ну, Путин рушит вот эту архитектуру безопасности. Не скажу, что довольно эффективно, но пытается. Она трещит по швам. И на этих недоруинах пока что может ли Украина сыграть тоже в эту игру, воспользовавшись тем, что, ну, как бы правил-то нет по итогу. Путин же показывает, правил нет. Так чем мы будем по ним играть, если их не существует? Вот президент Литвы сказал, что в НАТО не отказались от идеи сбивать российские ракеты над Украиной. То есть уже сам факт, не отказа, говорит о том, что дискуссии идут, а значит, есть определенный прецедент и фундамент этих дискуссий, на который можно опереться и все-таки реализовать это. Ну, видите, от дискуссий до реализации, вон, американская помощь от дискуссии до реализации прошло 8 месяцев, а реально даже 10 месяцев, да, потому что даже когда они проголосовали в конце концов 20 апреля, реально эта помощь, там, техника до вас дошла в июне, в начале июля. Вот, то есть, ну, конечно, подвижки идут, то есть, на самом деле, Путин действительно, он добился самого главного, с его точки зрения, он разрушил всю систему международную, сложившуюся после Второй мировой войны, систему международной безопасности. То есть она существует сейчас только на бумаге. Никаких принудительных мер, принуждающих к соблюдению этих правил, ни у одной международной организации сейчас нет. То есть они все существуют. Пока у вас есть добрая воля, вы выполняете. Если нет доброй воли, то вас заставить выполнить никто не может. И это, кстати, давнишняя история и против Соединённых Штатов Америки, и против Советского Союза, и против Израиля, и против Ирана, и против всех-всех-всех. Только за исключением маленьких стран. То есть вот маленькие страны, там, африканские, их лидеров отдельных даже сажали на скамью подсудимых в Гаабский трибунал. Сербия выдала Милошевича, сама выдала. А вот как только возникает какая-то чуть более значимая страна, то у международных организаций принимают резолюции они, но добиться их проведения в жизни при несоблюдении правил этими странами и наплевательском отношении к соблюдению этих правил у международных организаций нет. Сергей, большое спасибо. С вами приятно размышлять и слушать вашу аналитику. Как всегда, рады вас видеть на нашем канале, и я думаю, что наши зрители в том числе. Вам большое спасибо за участие. Спасибо. 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 Спасибо.